МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы на канале Лара Абхазаманка. Очередной день в Гудауте, Абхазия. Идём с Леной на море. Сейчас покажу Лену. Она чуть впереди. Решили пойти по красивой лестнице. Которую вам как-то показывали. И сделать фото. Правда, я не одела длинное платье красное. Лена одела красное платье. Буду фоткать Лену. Друзья, по пути на море встретила давнего-давнего друга. Вы помните, я вам рассказывала о Золотом береге, что я там много лет подряд отдыхала в пансионате Золотой берег. И вот Юра был одним из руководителей этого пансионата. Так что я встречаю его в Гудауте. Очень приятно. Оказывается, Юра тоже смотрит мой канал. Спрашиваю у него, как я изменилась. Это сколько я там уже лет? Наверное, пять не была. Если не больше. Если не больше. Лет шесть-семь, да. Узнал меня. Значит, в той порее всё, да? Да, да. В той порее. Ой, Юра, приятно было тебя увидеть. Приятно, что канал мой смотришь. Молодец. Доброго отдыха. Всем привет огромный. Будем на связи. Лена переходит дорогу. А, это лестница, которая нам понравилась. В Гудауте перейти дорогу проще, конечно, чем в Сухуми. Как-то я вам говорила о городе Сухуми, что там просто невозможно перейти дорогу. Лена, поздоровайся. Доброе утро. С подписчиками. Уже нашими подписчиками. Не моими. Нашими. Видите, Лена красотка одела платье красное. Сейчас мы её сфоткаем. Так, вчера мы в горах видели снег. А сегодня уже он растаял, что ли? Не вижу снега. Нет, вот в тех горах он видит далеко. А в тех есть далеко-далеко. Так, ну пойдём на лестницу красивую. Вот у нас Лариса. Как всегда, очаровашка. Очаровательная и привлекательная. Вот такой у меня сарафанчик сегодня. На море взяла только два сарафанчика. Один вы уже видели, это второй. Всё. Больше мне мел, чем на море ходить. Ну, и погода, наверное, может... А, друзья, кстати, завтра я уезжаю туда уже в поход. В поход. И называется этот поход в гостях у горца. На два дня. Два дня я буду в горах. Представляете? Лена не хочет идти. Не хочет. Я пойду с другими моими подписчицами. Подписывайтесь на мой канал, если кто-то не подписался. Дальше будет только интересней. Потому что мы уже побыли на двух экскурсиях. Но, понимаете, экскурсии нужно монтировать качественно, чтобы было хорошее, смотрибельное видео. Поэтому я буду экскурсии уже выставлять по приезду домой в город Брянск. А пока вот такие наши просто будние-будние в Гудауте без экскурсий. Будут выходить каждый день. А это я показываю Леночку в её красивом красном платье. И комплект украшений. Посмотрите, какие у неё сегодня серьги. Как этот камушек называется? Раухтапаз. Как? Раухтапаз. Я даже и не слышала таких камушков. Лена обожает камни. Все натуральные камни. У неё много украшений. Просто супер этот комплект смотрится. Спасибо. Ну что, идём дальше? Подошли к мини-колоннаде. Лена так назвала. Мини-колоннаде в Гудауте. И наш корабль. Я его назвала «Титаник». А про историю этого корабля Лена вам рассказывала. Так, Лена хочет фотку у «Титаника». Сейчас сделаем. Сейчас Лена прочитает об этом корабле. Посвящён, значит, он памяти горцев Западного Кавказа. Насильственно изгнанных в Турцию в роковом XIX веке. Посвящается. То есть вот этот мемориал, корабль, посвящается вот именно памяти абхазскому народу. Читаю. Автор проекта И.М. Смор. Смор. А там Смор написано. Смор? Да, Смор. Я читала, что автор данного проекта сам на свои деньги вот это вот построил. Умница. Мне очень нравится вот этот спуск к морю. Красиво очень. А вот и чёртово колесо. У нас так в Брянске называют. Чёртово колесо. А правильно, колесо обозрения. Похоже на камыши растения. Огромное. Хорошо здесь пройтись в жаркий день. Сегодня, кстати, Лена, ты смотрела, какая температура? 21 градус. 21 градус. Я забыла термометр воду измерить в море. Но ничего, Лена без градусника, без термометра определяет. А что здесь? Здесь просто вот была беседка, чтобы в тени посидеть. А есть там вообще лавочки или что-то. Это домик дворника. Да, это дворик дворника. Метёлки из этого. Из чего они метёлки делают? Я не знаю, как это растение называется. Самшит. Самшит. Ух, какое море. Море сегодня бушует немножко. Шторм. Но мальчик, вижу, купается. Люди вышли загорать все. Гудаута оживилась. Оживилась. Туристы теперь встречаются нам на пути. С 201 года отдыхаю здесь. На два месяца приехала. На два месяца? Да. А вы когда приехали? Какой уже в этот месяц отдыхал? 13 сентября. И вот сегодня у нас какое? 13 октября. Сегодня 13 будет 15 месяц. Ещё до 15 ноября. И как вы думаете, погодка будет до ноября? Здесь сильно воздух хороший подходит ко мне. И это море подходит мне. Душой и телом отдыхаю здесь. И всё время в Гудауте именно, да? В Гудауте. И всё время к одной женщине езжу. Это получается с 2001 года, да? Да, 23 года. Вот это да. Ну, бывали, это, в Крым ездила. Правнучка родилась в 14-м. Тоже дёшево снимала. А здесь вы у хозяйки за сколько снимаете? 500 рублей в сутки. 500 рублей в сутки. Да. Вот, видите, друзья, можно найти ещё 500 рублей за кое-какое место. Да, да, да. Потому что, ну, надо искать. Бабушкам всё равно, ну, как, надо же и детям маленько помогать, правильно? Правильно, правильно. Вот, поэтому я всегда снимаю, ищу только в коттедже по 500 рублей. Советую всем, не всем покупать путёвки, а можно и дикарём ещё лучше. Да, да, конечно. А в Гудауте можно всегда, я думаю, найти жильё, проблем не будет. Очень много сдаёт здесь жильё, очень много. Везде написано, пожалуйста, приезжайте к нам, все доброжелательные здесь. Море чистейшее. В Сочи хуже. Да, я даже молчу, не хочу говорить. Не люблю ни Сочи, ни Адры. Я люблю только лишь Абхазию, где отдыхаешь душой и телом. Это наша Абхазия. Потому что здесь чистейшее море, чистейшее, всем советую. А вы всегда одна приезжаете? Ну так, у меня муж давно уже умер. А муж умер. Ясненько. Здесь очки купила Шанель. Шанель. За сколько? Красивочки, кстати. Сколько стоят? Даже на стекле написано Шанель. Сколько стоит, мне сказали? Дошадь. 800 рублей. 800 рублей. 4 тысячи стоит. Вот это да. Вы, кстати, не представились. Я забыла спросить, как вас зовут? Ивашинникова Нина Григорьевна. Нина Григорьевна. Вы умница, золотой человек. Дай Бог вам крепкого здоровья. Всем помогаете. Да, да, да. Своим деткам. Да, ну не только, естественно. Не только деткам. Здоровья вам, здоровья. Спасибо. И нам всем мира и добра. Да, да, да. Самое главное, мира и добра. Чтоб люди отзывались на чужое горе. Я так считаю, да? Согласна, согласна. Хорошего вам отдыха, Нина Григорьевна. Спасибо. Милый вы человек. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Друзья, какая милая женщина попалась мне на пути. Она подумала, что это телевидение. Говорит, а вы на телевидении снимаете? Я говорю, нет, нет, у меня канал на ютубе. Но она, видимо, не понимает, не знает, что такое ютуб и все проще. Я, кстати, ей 83 года. Я бы ни за что не сказала. И она говорит, снимите, пожалуйста, мне. Снимите, пожалуйста. Я хочу кое-что сказать. Вот я сняла эту милую женщину. Ну, не такой большой шторм. Наверное, нет, я боюсь. Я боюсь. Даже таких в молодости ничего не боялась. Сейчас боюсь. Буду загорать. А то приеду в Белое Брянск. Скажет, Лара, ты была вообще на море или не была? Друзья, сегодня море немного штормит. Ну, как известно, у нас Ларочка смелая девушка. Поэтому она решила зайти в море. Афродита из пены морской. Вы знаете, водичка теплая-притеплая. Теперь уж точно пойду купаться. Хотя никто не купается. Совершенно никто. А я пойду. Накрыла меня все-таки волной. Видели? Мокрая. Буду сушиться. И у нас в планах есть кое-куда сходить. И, конечно же, покажем эту локацию вам. Это Кудауте. Мы уже идем с моря. Время сколько, Лена? 20 минут третьего. 20 минут третьего. Сейчас переоденемся. И пойдем, как я говорила, посмотрим одну локацию. И покажем вам. Мы с Леной переоделись. Идем кое-куда. Покажем скоро, куда мы придем. Что-то я вам еще хотела сказать. Память отшибла. Ну, по пути вспомню. Скажу вам кое-что. В Кудауте много светофоров. Отлично здесь переходить дороги. Никакой боязни, что нас кто-нибудь задавит. Девушка, мы подходим сюда. Подходите. Привет вам с Брянска. Здравствуйте. Призади к нам еще. Привет. Мы рады вас видеть всегда. Спасибо, спасибо. Видите, какие. Кто-то хочет в съемках участвовать, кто-то не хочет. Ну, я, в принципе, его не просила. Он сам захотел. Здравствуйте. А эти дядечки не успела снять, но они с нами поздоровались. Вспомнила, что я хотела сказать. Друзья, если кого-то интересует отдых, например, не в Кудауте, а в Сухуми или в Гаграх, или в Гагре, как правильно сказать, до сих пор не знаю, можете поправить меня, то заходите на канал Лены Май. Она блогер и моя подруга. Ну, блогер, она еще без стажа, без стажа в этом сезоне, в этом году она стала снимать свои видео. Она недавно вернулась из Сухума, она отдыхала, то есть из Сухумы и из Гагры, кстати. Она отдыхала несколько дней в Сухуме и несколько дней в Гагре. Она снимала свои, так скажем, репортажи. Там есть что посмотреть, есть что послушать. Она очень много прогуливалась по Сухуму и по Гагре. Много и очень много полезной информации. Я как бы тоже 10 лет отдыхаю в Абхазии. И Лена 10 лет отдыхает в Абхазии. Но знает она, по крайней мере, больше меня полезной информации по поводу исторических мест в Гагре, в Сухуме. Заходите к ней на канал, посмотрите. Также она, по-моему, делала обзор своего жилья. Кажется, делала, если я не ошибаюсь. Кажется, я видела обзор ее квартиры в Сухуме. Экскурсия у нее была. Интересная экскурсия. В городе Гал. Так что заходите, подписывайтесь на ее канал. И еще подчеркнете для себя много полезной информации об Абхазии. Лена Май. Канал называется Лена Май. У нее есть YouTube и также Дзен, Яндекс Дзен канал. Проходим мы мимо парка под названием Гудаута. Спасибо, кто написал мне, что это и есть именно парк Гудаута. Почему меня смутило, что это не этот парк? Потому что дальше мы увидим памятник Ленина. Я подумала, что памятник Ленина не может быть в парке под названием Гудаута. В честь девушки, в честь парня, боже мой, Гуда и девушки Ута. Мы увидели, вот, помните, вам показала, значит, ангелочка. Это и есть девушка Ута. И мне она сражила, почему же это мальчика нет? Почему же мальчика нет Гуда? И вот поэтому я ошиблась, ошиблась. А парк действительно Гудаута. Так, Лена уже опередила меня, пока я рассказываю. Так, сейчас будет памятник Ленина. И одна милая женщина, абхазочка, сказала, что она живёт напротив памятника Ленина. Назвала адрес, дом. И сказала, заходите в гости ко мне. Милая моя, вот сегодня некогда. Нам нужно посмотреть одну локацию и вернуться домой, готовиться к завтрашнему, я вам сказала, к завтрашнему походу двухдневному. Поэтому, моя хорошая, может, ещё как-нибудь. Потому что я до 21 октября здесь, может быть, ещё и зайду в гости. Лена, к сожалению, уезжает. 17 октября Лена уже уезжает. Ещё на ипподроме, когда мы были на скачках, вы видели, что ко мне подошёл тоже житель Абхазии, мужчина. Он смотрит мои видео, мой канал, сказал, уже давно. И он также просил зайти к нему в гости. Дал нам с Леной адрес, мы записали. Мой уважаемый. Тоже пока некогда, тоже пока некогда. Лена скоро выезжает. Я не знаю, мне неудобно одной будет приходить, честное слово. Даже не знаю, но я подумаю, подумаю. Может быть, приду. Может быть, приду. Проспект Героев, Гудаута. Видите, лошадка какая красивая, чистенькая. Ты же моя хорошая. А там ещё сколько много лошадок. Ой, я вот боюсь сзади лошадок ходить, потому что она может врыкнуть. Никогда не ходите сзади лошади. Но я прошла осторожно. Вот тут они живут или нет? Или дверь открыта? Они зашли покушать травки в чужой двор. Но, скорее всего, здесь они живут. Чёрная какая красивая лошадь. Мы пришли на территорию отеля «Россия». Мы вам в прошлый раз показали его через железный забор металлический. Ой, какой дом тоже видела там вдалеке. Красивый. Видите, розовый. Красивый. Так, мы хотим прогуляться по территории этого отеля. Кстати, в этот отель заселяют только лишь через турагентство. Так просто приехать и заселиться у вас не получится. Только через турагентство. Ещё будут, видимо, засаживать кустарниками, цветами эту территорию. Пока скучновато, скучновато. Но не сразу же Москва строилась. Не сразу. Такая территория. Качели есть. Здесь тоже цветочки. Такие скучноватые названия этим цветочкам. Не знаю. Пройдём вокруг отеля. Ещё строится что-то. Наверное, тоже отель. Пройдём вокруг этого здания. Мы увидели сзади, сзади вот там, вот видите, где всё не обустроено ещё, бассейн. Но как вам его показать, я не знаю. Там сидят мужчины около бассейна. Ну, понимаете, пьют коктейли. На нас посмотрели, что мы, наверное, новенькие. Тут же все друг друга знают, гости, кто проживает. Потому что не так уж их и много. И я постеснялась снять. Но мы сейчас ещё круг почёта. Пойдём вокруг здания. И я попробую всё же снять вам этот бассейн. Генераторы стоят. Если будут отключать электричество, то в этом отеле, в городе имею в виду отключать электричество, то в этом отеле свет будет. Можно не волноваться. Много очень мусорных контейнеров вокруг стоит на территории. Так, как же нам пройти ещё круг почёта-то. Всё беленько. Тут всё беленько. Плиточка чистенькая. Так, Лена стоит. Обычно показываю вам свой новый наряд. Такое у меня платье. Пояс, вы помните, сама сшила. Такой мой, извините, не видно притычек. Вот так будет лучше. Люкс. Нравится тебе, Лена? Очень нравится. И расцветка хорошая, и модель хорошая. Я куплю его на Вальдерес. Если что, если будете спрашивать, такое платье. Для платья. Так, ну что, обойдём ещё кто-то почёта-то. А, Лена? Два стола. Есть где поиграть. Как он, боже мой, называется? Лена, как это называется? Играю, забыла. Настольный теннис. Два стола. Так, друзья, и вот бассейн. Я спрятала телефон в сумочку. Сумочку вот так, чтобы украдкой как-то снимать. Надеюсь, вы видите. Не знаю, увидели вы мужчин, ребят, которых мы как бы опасались при них снимать. В общем, мы с Леной как разведчицы. Ничего у нас толком не получилось снять. Там маленький кусочек, наверное, бассейна увидите. И всё. Ну ладно. А шли там именно по поводу, вот, чтобы посмотреть бассейн, потому что наша подписчица Лена, Лена Казань с рваными джинсами. Вы всё спрашиваете, где это Лена с рваными джинсами. Так вот, она вчера, пока мы были на экскурсии, мы вчера были на Кармашских водопадах, возил нас со срыквам друг мой. А она не захотелось с нами поехать, сказала, видела эти водопады и приехала к нам к Гудауту. Бродила одна тут, в храм сходила и вот приблудилась. И она-то как раз сняла бассейн, не постеснялась. Вот она скупаться хотела. Даже купаться сказала, хотела. Типа, тут не выдают браслетики, и я хотела вот покупаться. Никто бы там, наверное, против не имел. А мы не то, что купаться, блин, блогеры, а мы даже вот заснять его испугались. Потому что мужчины сидели же полуголые, какая реакция могла бы быть. Так что, ребят, извините, не получилось, не получилось у этих блогерш заснять эту локацию. вышли мы из России. И вот рядом с Россией увидели вот такой отель. Золотой якорь называется. Посмотрите, какое красивое здание. Интересно, сколько же здесь номера стоят. Можете забить в интернете Гудаута. Золотой якорь. Красивый, конечно. Забор. Так, нет телефона, нет телефона. Так, Лена уже впереди. Так, и там, посмотрите, еще один корпус. Так, мы идем, наверное, на море. Так, с этой стороны ворота автоматически закрываются. какие красивые вот эти хвойные деревья. Так, Лара, не упади. Задрала голову. Так, а сколько здесь людей на пляже? Это, видимо, пляж от России, да, Лена? людей достаточно. Давай посмотрим на их пляж. Ну, видимо, нет, там есть лежаки, я вижу. Люди сидят, вот, тусуются все вместе. Посмотрите, компанию создали большую, вместе лежаки составили. И там тоже, видишь, Лена, все люди кучкуется вместе. Уже свои компании тут в России создали. Лена, все тут оборудовано, посмотри, как есть мини-бар, так, видимо, на территории пляжа, раздевалки, лежаки, зонтики, правда, без, может быть, сняли уже не сезон, покрытие вверху. Так, но это вот тоже бар, может быть, от отеля Золотой Якорь. Много людей, достаточно много. Интересовалась Россией, то люди снимали ролики, отдыхали на гальке, не на, ну, то есть не оборудованные для России. Лена вот сказала, что это, скорее всего, пляж Золотого Якоря, а не Россия. А Россия, вот, этот пляж, где вот много людей кучкуется. У России, наверное, видимо, еще не оборудована, ничего нет, лежаков. Ну, не знаем, брать не будем. Показали то, что видим сами. Так, разворачиваемся, идем назад. Мы голодные, сегодня еще не обедали. Наверное, сейчас пойдем куда-нибудь пообедаем. Друзья, мы в столовой, не знаю название, когда выйдем на улицу, посмотрим название и адрес. Мы заказали, я себе заказала харчо 250 рублей, пюре с котлетами, каждая котлета 100 рублей и пюре 100, то есть 300. У Лены то же самое, компотик 70, домашний, 50. Чачи по рюмочке тоже 50 рублей, рюмочка стоит чачи. У Лены суп куриный, куриный 200 рублей. Покушаем, хорошо выпьем, правда ведь, чтобы не простудиться. Чачи нужно пить всегда, каждый день, пока в Абхазии. обеззараживает все и никакого вам не ротовируса и еще какой-нибудь инфекции. Приятного нам аппетита и вам, если вы кушаете под наше видео. Я, можно сказать, прямо подвязала тарелочки, все очень вкусно. Харчо вкусное, пюре, котлетки, чуть не достали, но очень вкусные, очень вкусные. Лена тоже уже подвязывает, можно сказать, тарелочку. Вкусненько тебе? И чача очень вкусная, в смысле, не вкусная, а хорошая такая чача. Нам понравилось. Вы знаете, на днях я встречалась со своими коллегами из Брянска. Гуляем мы с Леной, не помню, где гуляли, звонок по ватсапу, спрашивают, «А ты где?» Мы в Гудауте. Конечно, удивилась я очень. И вот мы с Леной ходили на встречу с ними в кафе Адац, наше любимое кафе. И вот этот эпизод встречи с коллегами мне не пришлось как-то никуда еще вставить, ни в одно свое видео, потому что я мало там снимала, мы больше разговаривали и отмечали встречу. И вот, наверное, сейчас, в окончании этого видео, я ставлю этот эпизод. А с вами я на этом попрощаюсь. Встретимся в следующем видео. До новых встреч, всем мир и добра, пока-пока. У нас сегодня встреча, встреча на Титанике. В Гудауте приехали мои коллеги из Брянска. И вот у нас сейчас я вам покажу. Встреча с коллегами в Гудауте. С Брянскими помидорами. Они приехали, а вы не помахали ручкой моим подписчикам. со своими брянскими помидорами. Выращенные на своем огороде. А теперь мы вот будем пробовать чачу на пробу. Если сказали понравится чача, то купим. Не понравится, не купим. Ну вы не волнуйтесь, мы пустую чачу не будем пить. У нас еще будет кушать, нам готовит. Анжела. Анжела, можно вас показать? Да. Можно. Анжела вот вообще просто чудная женщина. Такая же, как я, чудная или чудная, как правильно сказать. Умница. Очень мне нравится Анжела. Спасибо. Сейчас она нам приготовит покушать. Я еще забываю, я правильно говорю название ваше кафе? Адыц? Адац. 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 Вот. А то я в прошлом видео сказала. Переводи корень. Корень. Корень жизни. Вот. Адац. Теперь не буду я ошибаться. А он выпил чачу? Нет, еще не выпил. Ну пробуйте. Ну давайте пробуйте. Я за рулем как бы не могу. А кто будет? Оксана будет пробовать. Оксана будет. И что? А теперь мы попробуем. Не, ну так ты скажи свое мнение. Ну, для нее крепко. Для нее крепко. Ну тогда пей. Эту, как она, лимонад. Нет, там водку есть. Водку. Нет, сейчас я попробую чачи. Начинаем пировать. Хачапур. Огромный. Такой. Хватит большую компанию накормить. Сковородочки. Ой, какие красивые, румяные тут помидорчики. Сейчас принесут еще чачу. И мы немножко отпразднуем нашу встречу. Андрей. Да. А где вы проживаете? В Абхазии. Нет, в Абхазии. А, в Абхазии? Да. Город Сухом. Симона Басария. Улица. Дом номер. Дом номер 89. Недалеко отрывок. Квартира. Квартира 15 и 13. Товарищи законов воры. Воры в законе. Вы слышали эту информацию? А я не скрываю ни от кого ничего. Все как положено. Приходите в гости. Чача пока грамм 300. Начнем с этого. Как вам нравится Оксана в Абхазии? Нравится, особенно когда хорошая погода. А мне даже нравится, когда погода и нет погоды. Потому что есть еще горячие источники, где можно сидеть в бассейне и не думать ни о чем. Можно просто отдыхать, ходить под душ, под эту лейку. Шарко. Да. Плавать в одном в осенне теплом, в другом горячем великолепно. А если еще выпить чащи и винца, то вообще будет порядок. И зашлифовать пивом, да? Пиво сухомское пьете? Кто-то пивом, а кто-то... Один раз брали. Ну, это все шутка. Не подумайте, что мы алкоголики. Да нет, нет. Это сейчас начнете писать всякую фигню. Да. Мы можем позволить себе. В рабочее время есть свои нюансы. А здесь мы на улице. Поэтому что? Гулять-то гулять. А теперь мы гербаним что, хачапури? Будем кушать и пить чачу. Ты вправе в пев. Оксана, что скажешь? Давайте выпьем за то, что мы нежданно-негаданно, хотя мы ожидали этой встречи. Мы знали, что встретимся с Ларисой Алексеевной. Не первый раз уже в Абхазии. Встречаемся, да. Три года назад тоже встретимся. За встречу. И за Абхазию, которая свела нас. На отдыхе. Да, за 2000 километров. Еще спасибо, Оксана, за тост. И скажи, вы же прогулялись немножко по Гудауте? по набережной, прошлись, посмотрели. Нам очень понравилась набережная, пляж такой, широкая полоса. И зонтики есть. Нам сказали, лежаки такие же, как в Абхазии. И цена такая же. Сукум. Сукум. Да, да, да. Сукум. Все нам понравилось. Даже супермаркеты такие хорошие. Вот мы проехали. А сколько банкоматов здесь много? Я даже в Гагри, в Гагри, помню, ходила, наверное, полчаса искала банкомат, где снять деньги. В итоге я нигде не сняла деньги. А здесь на каждом шагу банкоматы, два банка. Я не знаю, как здесь, но в Сукум везде картами можно рассчитываться. Ну, у нас здесь тоже можно рассчитываться картами в Гудауте. Вот, поэтому отличный город, отличный. А что по чистоте, так я вот говорю честно, там чище Гагры. То ли, что мало туристов, поэтому здесь намного чище. Да, наверное, поэтому. Вот. В общем, пьем за Абхазию и только лишь за Абхазию. Так, так. Что ты не спускай только? Все, пока-пока. Гудаута пускает, отдыхает. Мы прощаемся с моими коллегами. Как ты там сказал? На чем там крутился? Я на чертом крутился. Вон оно, чертово колесо, которое... А, это у них ассоциации с Гудаутой. Я крутился на чертовом колесе. Все, пока-пока. Пока вам, ребята, пока.